В период новогодних каникул в городском Доме культуры для детей состоялось сказочное представление по щучьему велению. Ребята окунулись в атмосферу приключений, волшебства и доброты, а смена декораций сказочных персонажей не заставила скучать маленьких зрителей. С подробностями наши корреспонденты. По щучьему велению, по моему прошению, отправляйся, печка, к царю. На сцене ГДК буквально ожили главные персонажи из русской народной сказки «По щучьему велению» – старик Емеля Дурачок и Щука, которая исполняла все желания. «По щучьему велению, по моему кофению, рубитесь дровки сами, вязанки листьев сани». Такой подарок славянской детворе сделали актеры Краснодарского творческого объединения «Премьера». На яркое представление в этот день пришли посмотреть как школьники, так и самые юные жители нашего города. Среди них Артём Коняшков. Ему всего 4 года. Уверенно и с выражением Артём рассказал нашей съёмочной группе «Новогодний стих». Ах, зима, 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 много снега на меня. Всех доставил одеть зимние одёжки, сапку, сапфу, рукавицы, сапоги на носки. Большинство ребят пришли окунуться в сказочную атмосферу с педагогами из своих школ. Наталья Мельник – учитель начальных классов школы номер 16. Привела в этот день почти всех своих учеников. Признаётся, что такие сказочные представления во время каникул – прекрасная возможность для детей провести время с пользой. «Когда они уже устали смотреть и телевизор, и играть в компьютерные игры, прийти вот сюда в зал, посмотреть, пообщаться с другими детьми, пообщаться с артистами – это всегда очень хорошо». Сказка – неотъемлемая часть детства. В них добро всегда побеждает зло. Сказки учат мудрости. «Я люблю новогодние сказки, потому что они интересные, ну там интересные персонажи. Я люблю говорить, в сказках много говорят». «Я люблю новогодние сказки, потому что они интересные, хорошие и классные». «Я люблю сказки, потому что поднимается дух разведывательский. И они весёлые, интересные». Ребята побывали в волшебном мире сказки. Можно сказать с уверенностью, что они получили массу впечатлений на весь предстоящий год. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».